МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и я, Гульнур Жакен. Сегодня в выпуске. Ученики Тимиртаусского классического лицея отказываются питаться в столовой. Санитарные врачи обнаружили здесь бактерии кишечной палочки. Однако предприниматели заявляют, что никакой бактерии нет и подали на врачей в суд. Все сегодняшние достижения нашей республики это свидетельство колоссального труда Нурсултана Назарбаева. В Карагандинском доме дружбы провели мероприятие в преддверии дня первого президента. Около двухсот юниоров со всех областей страны собрались в центре бокса. В Караганде стартовал шестой республиканский турнир по боксу имени Серика Сапиева. Просроченные продукты, несбалансированное питание, отсутствие документов, удостоверяющих безопасность продуктов. Эти претензии к поварам высказывают родители темирталских школьников. А совсем недавно в столовой классического лицея санитарные врачи обнаружили бактерии кишечной палочки. Родительская общественность намерена обратиться в Министерство образования. С нового учебного года в Темиртауском классическом лицее школьным питанием занимается индивидуальное предприятие Саттыбаева. Именно оно выиграло конкурс на предоставлении школьного горячего питания. Не прошел и месяц, как директору лицея начали поступать жалобы от родителей. Они утверждают, что их дети массово травятся школьным питанием. Когда таких жалоб накопилось несколько десятков, родительский комитет обратился за помощью к санитарным врачам. Вот это письмо, которое родители получили от Семирсталского городского управления охраны общественного здоровья. Здесь и про смывы, практически в половине смывов обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В первом груди, в втором груди, с бокала, со столов, с сушилки для тарелок, разделочных досок, емкость для компота. По транспортировке пищевых продуктов есть замечания. С рук поваров обнаружены бактерии группы кишечной палочки. То, что здесь написано. Свои многочисленные претензии родители высказывают арендатору столовой Замзагульса Тыбаевой. На протяжении месяца, каждый день, руководитель маркиражной комиссии, той комиссии, которая назначена была вами, снимала порты. Каждый день. Да, я согласна, может быть и были какие-то замечания, но эти замечания были тут же устранены. Сейчас индивидуальный предприниматель заявляет, что в школьной столовой все в порядке. Что касается обнаруженных бактерий кишечной палочки, то Замзагульса Тыбаева подала судебный иск против санитарных врачей. Она убеждена, что бактерий в школьной столовой не могло быть. Процесс проверки и взятия проб с готовых блюд, раковины, разделочных досок предпринимательница снимала на видеокамеру. Эту запись она называет своим козырем. В специализированном межрайонном экономическом суде сообщили, что иск принят производство. Замзагульса Тыбаева требует признать незаконным акт санитарно-эпидемиологического обследования. Между тем, родители школьников не намерены мириться с положением. Они требуют немедленно расторгнуть договор. Вот только это не так просто сделать. Мы уведомляем ее, говорим об этом, что имеются такие у вас замечания, необходимо устранить. Если повторно сеть заходит и опять выявляет палочки, только на этой стороне не подлеждаем только в общественном. Родительская общественность лицея намерена решать конфликт уже на республиканском уровне. А между тем, порядка 90% лицеистов не питаются в этой столовой, предпочитая еду, которую приносят из дома. Мирамгульсал Кимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за убийство соседки-пенсионерки. Из материалов дела следует, что, будучи пьяным, мужчина пошел к 70-летней соседке, чтобы похмелиться. В ходе последующего распития спиртных напитков мужчина поругался с соседкой. Он снял пояс брюк-ремень и задушил ее. Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Все сегодняшние достижения нашей республики – это свидетельство сплоченного и созидательного труда всего общества. Однако колоссальная роль в этом первопрезидента. Именно реализация многовекторной внешней политики, придуманной внутренней политикой, Нурсултана Назарбаева, позволила Казахстану стать полноправным, уважаемым и значимым государством в мире. Об этом шла речь в Доме дружбы, где состоялось мероприятие в преддверии Дня первого президента. Прогресс молодого государства в собственном обустройстве и всевозможные миротворческие усилия высоко оцениваются международным сообществом. Это, в свою очередь, находит выражение в стабильном и высоком уровне притока прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана, а также реализации многих внешнеполитических инициатив. Участники мероприятия отметили, что Елбасы по праву можно назвать национальным лидером. И президент, феномен нашего президента как раз заключается в том, что он истинный национальный лидер. И действительно лидер мирового масштаба, потому что вот эта энцитопедичность, о которой вы говорили, его отражение в историю родного, края Родины, Казахстана, Азии, мира, потому что он этим занимается постоянно, он уже действительно проник в те богатства мысленно и освоил эти богатства интеллектуальные мировых государств-лидеров и лидеров персональных. Участники отметили особую роль главы государства в становлении государственности, сохранении межнационального и межрелигиозного согласия. В нынешнее непростое время главы многих государств едут в Казахстан, чтобы перенять наш опыт, испытать на себе то, что сегодня называется казахстанской моделью. Во многих докладах, сделанных в Доме дружбы, прослеживался глубокий анализ событий последних 26 лет. Строительство очень важное для нашей страны. Казахстанские модели межэтнического и межнационального согласия, Ассамблеи народа Казахстана и, конечно, очень важные роли во всех очень значимых и глобальных проектах, которые прошли в нашей стране с момента приобретения независимости. Республика Казахстан уже на протяжении 26 лет. В нынешнем году главой государства инициирована государственная программа духовного возрождения и модернизации общественного сознания. Участники круглого стола, руководители этнокультурных объединений, отметили, что реализация этих инициатив президента также позволит Казахстану перейти на следующую ступень развития. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Карагандинском медико-техническом колледже. Организатором мероприятия выступил Молодежный ресурсный центр. ИГИЛ – это экстремистская организация, прикрывающаяся за знаменами ислама. Они создали псевдо-исламское псевдо-государство и без какого-либо одобрения исламской умы выдвинули псевдо-талифа. Вопросы религии в светском государстве – недопущение влияния религиозного радикализма и экстремизма. Эти вопросы обсудили участники «Круглого стола» в медико-техническом колледже. Особое внимание уделено духовному и нравственному воспитанию молодых казахстанцев, формированию у них стойкой гражданской позиции. Среди участников студент колледжа Илья Голованенко. Он отметил, что тема религиозного экстремизма сегодня чрезвычайно актуальна. Тема о религиозном экстремизме очень актуальна и важна в последнее время, потому что очень многие молодые люди и не только все общество попадают под влияние различных экстремистских проповедников. Это очень плохо влияет на общество, и я считаю, что к этому нужно относиться очень ответственно и серьезно, так как это может нести большую угрозу и не только для личности, но и для ее семьи, государства и для всего мира в общем. Организаторы отметили, что ни одна из мировых религий не призывает к насилию. В то же время ни одна из религий не застрахована от фанатизма. Все зависит от того, насколько просвещены, насколько знает информация о религии, особенно по вопросам религии. Поэтому данное мероприятие в рамках данного мероприятия состоялся обменениями по формированию среди молодежи иммунитета к радикальной идеологии. В работе круглого стола приняли участие специалисты внутренней политики, полицейские, религиоведы. Организатор мероприятия – Карагандинский молодежно-ресурсный центр. Целью мероприятия являлось повышение религиозной грамотности. Для студентов колледжа были разъяснены, как различать традиционную религию от псевдорелигиозных течений. Участники круглого стола также отметили, что светскость – это залог развития государства. Сегодня в Казахстане государством и религиями установлены особые отношения, при которых ни одна религия не может быть признана государственной или обязательной. Веселые аниматоры, зажигательные песни и танцы. Ежегодный детский фестиваль искусств превратился в грандиозный праздник. В кинотеатре Саржейлау собрались сотни карагандинских школьников из 26 школ. Темой традиционного фестиваля стали картины из Золотого фонда – кино. Поплощать фильмы в реальность оказалось весело и интересно. Организаторы конкурса нацелены на популяризацию киноискусства и духовное воспитание детей. Каждый год школьники Караганды собираются вместе, чтобы продемонстрировать свой творческий потенциал. Настоящее мероприятие – хороший шанс заявить о себе. Участники фестиваля порадовали жюри танцами, исполнением саундтреков из популярных фильмов и выразительным чтением. Заслуженный деятель Республики Казахстан Кенес Жумабеков заявляет, данное мероприятие играет важную роль в привитии молодому поколению любви к киноискусству. Сегодняшний фестиваль под названием «Фильм, фильм, фильм» проводится пятый год подряд. Нас очень радует любовь детей к искусству. Особенностью этого мероприятия является то, что данные фильмы принадлежат прошлому столетию времени, когда их родители еще не появились на свет. Но, несмотря на это, эти дети знают песни из старых кинолент. Каждый год я удивляюсь тому, как городские школьники исполняют эти песни без акцента. Можно сказать, что они немного подражают оригинальным исполнителям, и это неплохо. Участниками фестиваля являются дети от 9 до 13 лет. Обязательным условием для участия стало исполнение произведения патриотической направленности. Проявить себя и удивить судей можно различными способами. Представлены номинации, такие как «Художественное слово», «Ансамбль», «Сольное исполнительство» и «Творчество юных художников». Одна из участниц фестиваля Ангелина Цой уверяет, что участие в подобном мероприятии – повод для гордости. Наша команда приехала из 53-й школы. Мы будем выступать военный танец и под песню «Солдат молоденький». Показать людям, что не главное, чтобы занять место, а просто для себя, чтобы ты радовался, чтобы ты покайфовал, когда танцуешь. Если в прошлом году в фестивале приняли участие 18 школ, то в нынешнем году эта цифра возросла до 26. Около 200 детей и подростков поборются за право называться самым талантливым. В судейскую коллегию входят деятели искусств и сотрудники кинотеатра. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 50 полицейских Карагандинской области стали донорами крови. Таким образом, они поддержали республиканскую акцию «Неделя безопасности дорожного движения», которая приурочена к Международному дню памяти жертв ДТП. Участвовать в акции полицейские согласились охотно. Некоторые даже приехали сдавать кровь из других городов области. Прежде чем стать донорами, они сдали необходимые анализы. Кровь одного из стражей порядка помогла спасти двух новорожденных детей, появившихся на свет с патологиями. Донором для них стал Еломан Жармагамбетов, сотрудник ДПП «Балхаша». Я вот пришел очередной раз кровь сдавать. И мне сказали, что двум детям надо помочь. Я очень рад, что смогу помочь этим детям. Всего за время акции полицейские сдали 12 литров крови. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Продолжаем выпуск. 21 ноября в Караганде состоялось торжественное открытие шестого республиканского турнира по боксу на призы заслуженного мастера спорта Республики Казахстан в серии Касапиева. В ближайшие дни на ринге сойдутся около 200 юных боксеров с шести областей страны. Победителям турнира присудят нормативы кандидатов в мастера спорта. Впервые данный турнир проводился в 2012 году, когда наш земляк стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне. С того момента он проводится на традиционной основе. Как отмечают организаторы, с каждым годом число участников растет, а состязание приобретает более крупный масштаб. В нынешнем турнире примут участие юниоры из Акмолинской, Атраусской, Алматинской, Павладарской и Мангиставской областей. Больше половины спортсменов защищают честь нашего региона. С напутственным словом выступил обладатель Кубка Вэлла Баркера, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Серик Сапиев. Он рассказывает, для юных боксеров данный турнир является своего рода ступенью на пути к большим победам. Когда я был маленький, мы тоже участвовали в таких турнирах юношеских. Я помню, что я волновался сильно, что когда побеждаешь, у тебя получается радость, мотивация на дальнейшие победы. Ну, он в таком, как сказать, в боксерском плане. И я помню, что я рос в боксерском плане, в моем мастерстве. Ребятам только тренироваться, это как ступенька для дальнейшего их роста. Поднять боевой дух юных боксеров удалось известному исполнителю Марату Бекишеву. После его зажигательного выступления состоялся первый бой. Бек Мухаммед Кудайберген, воспитанник именитого тренера, в прошлом блестящего боксера Аркадия Топаева, одержал победу над своим соперником. Ученик областной специализированной школы-интерната для одаренных в спорте детей имени Али Молдагуловой заявляет, каждая победа – это результат упорного труда как самого боксера, так и его тренера. Мой соперник был силен, я следовал наставлениям своего тренера и в результате одержал победу. Сейчас мне 14 лет, я участвую в соревнованиях с 2015 года. Я и раньше принимал участие в республиканских турнирах. Прошло уже три года, как я перевелся в специализированную школу для одаренных в спорте детей имени Али Молдагуловой. На протяжении этих трех лет я накопил достаточно опыта. Мне очень повезло с тренером. Республиканский турнир по боксу на призы от заслуженного мастера спорта Республики Казахстан серии Касапиева завершится 24 ноября. Помимо почетных грамот и призов, победителям данного состязания присвоят нормативы кандидатов в мастера спорта. Юниоры из других областей направятся на зональные турниры. Обладателей призовых мест ждет путевка на чемпионат Казахстана по боксу, который состоится в январе. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Третья победа подряд на выезде. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» в Челябинске обыграла местный клуб «Челмет» со счетом 1-4. Первый период сразу начался с атак обеих команд. Но первыми результаты достигли хоккеисты «Сарарки». На третьей минуте матча Александр Борисевич открыл счет 0-1. Чуть позже у челябинцев был шанс уравнять ситуацию, но вместо гола в ворот карагандинцев шайба побывала в сетке «Челмета». На 13-й минуте отличился Александр Зубрицкий 0-2. И все же ворота карагандинцев не остались неприступными. Во втором периоде хозяева сумели таки забросить шайбу 1-2. Судьба матча решилась в середине заключительного периода. Чудовищная ошибка обороны хозяев в нейтральной зоне привела к выходу 1-1. Воспитанник челябинского хоккея форвард «Сарарки» Данил Ердаков в подобных ситуациях не промахивается. 1-3. Перед финальной сиреной хозяева подарили шайбу уже в собственной зоне. Карагандинцы от челябинского великодушия отказываться не стали. Айрат Зиязов установил итог встречи 1-4. Неплохо начали игру, скажем активно, забили два гола, правда пропустили и немножко просели потом. Движение чуть просели и сыграли от оборонки, потом мы дождались своего момента, использовали их, выиграли игру. Хороший соперник, активно, агрессивно играл против НАТО. Соперника с победой знали хорошая команда, предложили нам быстрый хоккей. Сначала немножко не успевали, потом вкатились. Счет 2-1 держался до третьего периода, но в конце не дотерпели. Поражение возьму на себя. Ребята молодцы, претензий к ним нет, все равно они старались, выкладывались по самоотдаче. Пензий нет. Это уже третья победа подряд карагандинской дружины. Заключительный матч выездной серии карагандинцы проведут 23 ноября в Нижнем Тагиле против местного клуба «Спутник». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солонстар. Субтитры подогнал «Симон»